Киберпанки 2077 Это разрывает от постоянных постов о Киберпанке И это как раз таки не та популярность, на которую рассчитывал CD Projekt Red Потому что в основном игру хейтят И есть за что Так как консоли у меня нет, соответственно, и говорить о консольной версии я не могу Но я чисто теоретически знаю, что там все очень плохо Гораздо хуже, чем на ПК На ПК, конечно, ситуация получше, о ней я вам расскажу Но все на самом деле не так хорошо, как кажется на первый взгляд Но начать на самом деле хотелось бы с чего-нибудь более позитивного Конечно, к минусам и перейти в любом случае успеем Но для начала хочется рассказать именно о положительных чертах игры Потому что игру действительно есть за что похвалить Первое, что сразу вот сходу бросается в глаза Это, разумеется, стилистика и левел дизайн В этом плане игра проработана просто великолепно Я на самом деле не раз ловил себя на мысли, что просто при прохождении Стою и осматриваюсь Смотрю на то, насколько красиво и футуристично проработан мир Это не просто какие-то однотипные здания, которые натыканы просто вот друг за другом И между ними дороги проведены сеткой Нет, тут реально проведена была большая работа по составлению уровней Для того, чтобы все локации были как лабиринты Тут постоянно какие-то подъемы, спуски есть Разнообразные лесенки, разнообразные мосты И это я даже не говорю о том, что в мире есть отдельный биом с пустошью В которой, ну, как бы у нас идет пустыня с какими-то зданиями Но при этом даже эта пустыня не выглядит пустынной Она действительно тоже хорошо проработана А ситуация в городах так вообще просто превосходная Потому что в городах постоянно ездит огромное количество машин Ходит огромное количество людей Город действительно выглядит живым Не так, как мы привыкли видеть в каких-нибудь старых играх А-ля Skyrim или Fallout Или в чем-нибудь там, скажем, более новом Типа GTA или Mafia Все равно такой большой оживленности Ну, раньше мы в играх не видели Но тут я сделаю одну небольшую помарочку На ПК Потому что хоть у меня консолей нет Но этот вопрос я изучил И, скажем так, на консолях Игра в этом плане выглядит весьма неприятно Потому что на консоли вот этой самой толпы Вот этой оживленности Практически нет Так что, как я и сказал, ребят Я буду свое мнение акцентировать более на ПК-версии А значит, это определенно плюс И это мне нравится Даже несмотря на то, что там на консолях Все крайне печально Следующим достаточно весовым аргументом В пользу этой игры Будет как раз таки Звуковое сопровождение Тут все, конечно, тоже превосходно Как, в принципе, с проработкой мира Звук в игре тоже выполнен превосходно Звуки машин, толпы, оружие, мира Да и, в принципе, саундтрек Который играет в игре Просто превосходны Да, у звука, скажем так, есть какие-то небольшие проблемы Но связаны они по большей части с багами То есть, когда звуки либо отстают Либо смешиваются друг на друга Либо звуки вообще пропадают Но именно к самой стилистике звуков К именно звуковому оформлению Претензий нет ровным счетом никаких Ну и последним, на мой взгляд Достаточно весовым плюсом Являются квесты А именно, разнообразные Второстепенные квесты Разнообразные активности на карте И плюсы заключаются в том Что они хорошо проработаны И их много Побочные квесты проработаны очень качественно Я даже сказал На уровне с основным сюжетом Разнообразных активностей на карте Столько, что их устанешь выполнять В принципе, как и ведьмаки Для того, чтобы зачистить всю карту Вам понадобится огромное количество времени Ну а для того, чтобы проходить побочки Вы с удовольствием проведете Достаточно большое количество времени Проходя их Получите огромное количество эмоций Но при этом не устанете от них Потому что побочек немного Но все, что есть, просто превосходно И с этого момента, ребят Я переключаюсь, так сказать В режим хейта И теперь у нас пойдет Огромная, просто гигантская Череда минусов И так как мы только что говорили О квестах Первым минусом я хочу отметить Именно сюжет Потому что, как я и сказал Квесты второстепенные Находятся на уровне С основным сюжетом А он, падла Должен быть лучше Гораздо лучше Чем побочные квесты Потому что проходить некоторые побочные квесты Гораздо интереснее Чем целый сюжет целиком После того, как мы закончили Последний стрим Когда мы уже закончили Прохождение, так сказать Этой игры Мы всем чатом стебались О том, что Титры оказались Гораздо атмосфернее Чем сама игра Но точнее Основная сюжетка Для тех, кто, разумеется Не знает сюжет Но при этом Не хочет, скажем так Соспойлерить себе Всю историю Я постараюсь Как-то без спойлеров Обойтись Расскажу только Вот что Основная суть Заключается в том Что у нас В мозгу Находится Вторая личность Попала она туда По ходу продвижения сюжета Когда мы выполняли Одну из Очень сложных Миссий Там все пошло Не по плану И нам в итоге Пришлось Вставить, так сказать Такую специальную Флешку Себе в мозг Для того, чтобы Загрузить эти данные Себе в голову И получилось так Что загрузились Как раз таки Не просто данные А загрузилась К нам личность Некого Джонни Сильверхэнда Это как раз таки Тот самый персонаж Который выглядит Как Киану Рис И все следующее Прохождение Сводится к тому Чтобы Избавиться От этого чипа Потому что Этот чип А именно Конструкт Джонни Сильверхэнда Пытается Захватить Наш мозг И по сути Подчинить Наше тело Себе Вот и все Как я и сказал Сюжет абсолютно Тупой Без каких-либо там Очень важных Сюжетных поворотов Да, будет конечно Парочка интересных Моментов Но по большей части Все они связаны Как раз таки Со второстепенными Персонажами У которых я бы не сказал Что сюжеты прям Тоже очень офигенные По сути мы Единственное что делаем Это помогаем Всем мстить Но как раз таки Именно больше Всяких взаимоотношений У нас происходит Именно с второстепенными Персонажами А не с тем персонажем Которые находятся У нас в мозгах Более того Одной из основных Проблем сюжета Является то Что игру преподносят Нам как РПГ Соответственно Нам Позволяет выбирать Какие-то фразы Нам позволяет Принимать какие-то решения Но это все фикция Потому что по факту Выбора Мы практически Никакого не имеем И единственные выборы Которые мы делаем Мы делаем в самом конце А те решения Которые мы принимали По ходу игры Не имеют Ровным счетом Никакой ценности Но как я и сказал Спойлерить я не хочу Поэтому единственное Что могу вам посоветовать Это пройти игру Самим И решить Так сказать Это для себя Может быть Это мое субъективное мнение Либо Просто посмотреть Стримы На которых мы проходили Киберпанк И Увидеть все это Прекрасно там Лично я От прохождения сюжета Получил эмоции Так сказать На среднюю Шестерочку Более того Концовки Я которых увидел Именно две Возможно там их больше Я не знаю Сколько точно Можете написать В комментариях Но я лично Дошел до двух концовок И посмотрел Оба варианта И так сказать Оба варианта Меня не сильно впечатлили После каждого из них У меня осталось Приличное количество вопросов О всем мире целиком О взаимодействии С другими персонажами Которые были вместе с нами О том Как в принципе Закончилась вся ситуация В концовке Потому что По факту Когда игра Заканчивается Следующий Так сказать Катсцена У нас появляется Спустя некоторое время И мы по факту Не знаем Что произошло Перед этим То есть Мы не знаем Какой-то Середины Концовки Так что Если кто-то ждет От сюжета Огромное количество Неожиданных поворотов Невероятных смертей Огромное количество Эмоций Не дождетесь Это очередной проходняк Который от самого начала И до конца Ведет нас По одному И тому же пути С которого нам По факту Не дают сойти Только позволяет Делать какие-то Мнимые выборы Которые Ненамного Так сказать Ответвляет Нашу дорогу От Основного прохождения Но при этом Все равно Возвращает Все в прежнее русло Следующим минусом Я назову Озвучку Потому что Я на самом деле Долго думал Куда это отнести В плюсы Или в минусы Потому что с одной стороны Озвучка выполнена хорошо Во первых Это на русском Потому что Я ненавижу Rockstar за то Что они не озвучивают игры Просто Это противно Слушать игру Не на своем языке Я конечно Все понимаю Это Ну Дело разработчиков Хотят озвучивать Озвучивать Не хотят Не озвучивать Здесь определенный плюс То что озвучка есть Но определенный минус То что озвучка Весьма странная Подразумеваю я под этим Странно Несколько аспектов А именно то что Во первых Для озвучки игры Пригласили Так сказать Людей Мы не будем Называть их имена Но Людей Которые Так сказать Актерами Не являются И К озвучке По факту Не имеют Никакого отношения И возникают Такие ситуации Что персонажи Иногда очень Наигранно Выдают Какие-то Эмоциональные Ситуации Либо же Наоборот Какие-нибудь Эмоциональные Сплески Никак Название Блестяшки Но по большей части Множество Мата в игре Используется Именно просто Как слова Паразиты И более того Если это совместить С первым пунктом В котором мы понимаем Что у нас есть Не самые квалифицированные Актеры Которые озвучивали Эту игру Мат в их исполнении Заставляет просто Уши в трубочку Сворачиваться Я ни в коем случае Не говорю что Мат Это фу Противно Нет Разумеется Огромное количество Людей Использует В своей речи Мат Более того Я на своих стримах Постоянно бывает Матерюсь как сапожник Но я это делаю По большей части В каких-то Эмоциональных ситуациях И у меня Это не наиграно Потому что У меня это вырывается Просто Ну Под эмоциями Другая проблема Как раз таки заключается Именно в озвучке Мата Когда у вас есть Прописанный диалог Грамотно подчеркнуть Или не подчеркнуть Наоборот Мат Весьма сложно И именно из-за Такого вот диссонанса Когда у тебя в игре Идет какой-то Необычный момент Допустим Какая-то Эмоциональная ситуация А озвучка Ей не соответствует Тут уже извините Как бы озвучка Хорошо даже Не было озвучено Ее воспринимать Под ситуацию Не получается Следующим пунктом Я бы хотел Отметить графику И оптимизацию На эту тему Просто вот Уже даже Слов на самом деле Нету Все прекрасно знают Что оптимизация Игры отвратительная Как и на консолях Так и на пекарне Стабильный фпс Можно получить Только по праздникам Либо Если у вас Очень Очень Мощный Компьютер Ну и опять же Все еще зависит От разрешения В котором вы играете Но лично я На своей системе Которую не считаю Достаточно слабой Игра шла Всего лишь На средне-низких Настройках Разумеется Без RTX Фулл ХД И с ДЛСС На производительность И это при том Что моя система Выше рекомендованных Системных требований Разумеется Я не питал Надежь того Что буду играть На ультрах С RTX В 4К Но я надеялся Что хотя бы Фулл ХД Я смогу На средних Настройках Даже без RTX Играть спокойно В свои 60 фпс Но нет Стабильный 60 фпс Можно увидеть Только за городом Где нет Большого скопления Людей Как только вы Приезжаете в город Сразу начинаются Лютые просадки Вплоть до 50 40 А то и 30 фпс В зависимости от Загруженности сцены Ну и допустим Ладно Оптимизацию Образно говоря Можно опустить Потому что Может быть со временем Оптимизацию подтянут Выйдут какие-то патчи Немножко там Добавят тут Немножко подправят здесь И игра станет Работать нормально А что делать с графикой Что делать с мылом Какими-то Непрогружаемыми Текстурами Которые выглядят Мыльными Прямо в упор Перед вами И даже если Закрыть глаза На предыдущие минусы А действительно Попытаться получать Удовольствие от игры Ты банально Этого не можешь Сделать Потому что Игру Тупо Засрали Технически И это я даже Не говорю еще Про огромное количество Багов О которых мы поговорим Попозже У меня по ходу Прохождения игры Очень часто Возникал вопрос А не дохуяли Разработчики Высокого о себе Мнения Что решили Выпустить Вот такое вот Неоптимизированное Говно В релиз С другой стороны Я конечно Понимаю Тех людей Которые Жидали эту игру В течении 8 лет Вот постоянно Вот смотрели На эти дурацкие Переносы игры Которую переносили Три раза Постоянно Бомбили По этому поводу Но Я даже боюсь Представить В каком состоянии Была игра Если бы ее Пытались выпустить Еще до переносов И это вот у меня Такие эмоции От игры При том что Я ее особо не ждал А те кто ее ждал 8 лет Я боюсь представить Что у них там творится Конечно С другой стороны Есть такой вариант Что люди Которые ее Очень сильно ждали Будут ее Всячески Оправдывать Чтобы так сказать Не признаваться себе Что их оправдания Были Четные Ну в принципе Ладно Графику и оптимизацию Можно немножко Опустить Потому что Возможно В будущем Чуть-чуть попозже Выйдут какие-то Дополнительные Обновления Которые сделают Во-первых Нормальную игру На консолях Во-вторых Поднимут еще Оптимизацию На пекарне И наконец-таки Люди Которые Не со старта Покупают игры А чуть попозже Смогут нормально Поиграть в киберпанк Но это было бы Только в том случае Если бы Играть В него Было еще Интересно Потому что С точки зрения Механик этой игры Есть куда более Весомые проблемы Я не буду даже Говорить про Сверхперегруженный Интерфейс Который мне Очень сильно Не нравится И который Работает очень Долго То есть Там постоянно Ты переключаешься В одно окно Потом переключаешься Во второе окно В третье Потом выходишь Обратно Еще раз Чтобы пойти Куда-то В другое окно Чтобы открыть Какие-то Киберимпланты Потом Заходишь в какое-нибудь Другое окно В которое уже Выбираешь Какие-то Кибердеку Чтобы поставить Какие-то Дополнительные Усилители То есть В игре Накидано 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 Огромное Количество Разнообразного Интерфейса Который По сути Там Нахрен Не сдался Который Можно было Сделать Гораздо Компактнее Гораздо Приятнее И Быстрее И это еще Ладно Я готов Закрыть На это Глаза Но Есть одна Очень весомая Проблема В этой игре А именно Баланс А точнее Ёбаный Дисбаланс И тут Я уже На самом деле Даже не знаю С чего начать Даже несмотря на то Что в игре Есть очень хорошая Прокачка То есть Там есть Действительно Большое Древо Развития С огромным Разветвлением Разнообразных Прокачек Вы можете Качаться В силу Вы можете Качаться В одни Оружия В другие В третьи В скрытность Факт в том Что все это Нивелируется Тем Что сложность В игре Подобрана Крайне Галима Во первых В игре Есть глобальная Сложность Которая влияет В принципе На всю Сложность В игре Более того В игре Есть так называемый Еще Левел Миссий И их Общее Взаимодействие Очень Очень Хреново Реализовано Потому что За все Прохождение Я изменял Сложность С максимальной На среднюю Потом Опять На среднюю Потом Опять На максимальную Потом Опять На среднюю Хреново Тучу Раз Просто Гигантское Количество Раз Я менял Сложность Просто Потому что Я не мог Пройти Некоторые Миссии На сложной Сложности При одной И той же Прокачке И при Одном И том же Уровне Миссии Связано Это с тем Что игра У нас Является Хоть И РПГ Но при этом Она Шутер И соответственно Мы Стреляем В противников Противники Стреляют В нас Мы В них Стреляем Очень Часто Они В нас Попадают Очень Часто А на Максимальных Сложностях Желательно Чтобы у нас Противники Не попадали Потому что Отъезжаем Мы От пары Выстрелов А то Это одного И это При этом Шутанчики В которые Скажем так В нас Попадать Будут В любом Случай Потому что Мы Либо Сидим За препятствиями Либо Двигаемся Некоторые Из вас Скажут Ну В чем Проблема Ставь На Среднюю И И Играй А тогда Игра Становится Слишком Простой Потому что Опять же Идет Дисбаланс По Прокачке Прокачка В игре Настолько Сильно Роляет И Настолько Сильно Меняет Геймплей Что Даже На Максимальной Сложности На Самых Максимальных Миссиях У Меня Противники При Моей Прокачке На Которые Я Качался Они Отъезжают От одного Выстрела Просто От одного Ну и Разумеется Я Сам Отъезжают Одного Выстрела Если Меня Засекут В Некоторых Ситуациях Вас Заведомо Закрывают В Маленькой Комнате Сразу С Противниками Которые Тут же На Вас Агрятся И Разумеется На Максимальной Сложности Вы Не Можете Сделать Ровным Счетом Ни Хрена Я Конечно Согласен Что Баланс Настроить Простой И Очень Сложный То есть Игра Такая Говорит Ну Противники Для тебя Будут Простые Но Если Ты Вылезешь Тебе Хана И Какого-то Среднего Значения Вот Этого Баланса Нету Потому Что Если Ты Понижаешь Сложность Становится Очень Просто Потому Что Ты И До Этого На Максимальной Сложности Всех Выносил Просто На Изи Я Не Знаю Как Это Объяснить Может Я Виноват Что Пошел В Прокачку Практически Без ХП Но Имел Огромное Количество Урона Но Как Я И Сказал Буквально Пару Минут Назад Играть Мне Было Очень Неприятно Потому Что Я Постоянно Менял Сложность Со Средней На Максимальную Потом На Высокую Опять Среднюю Опять Максимальную Просто Потому Что Иногда Мне Было Играть Очень Просто А Иногда Мне Играть Было Очень Сложно И Какого-то Среднего Значения Я Так И Не Достиг Ну И Так Как Я Немножко Тут Затронул Саму Прокачку Хочется Еще Небольшой Акцент Сделать На Предметах Которые В игре Тоже Реализованы Просто Отвратительно Я Уже Про Интерфейс Говорил Что Он Выглядит Очень Неинформативным Потому Что Образно Говоря Основное Меню Интерфейса Не Несет Ровным Счетом Никакой Информации Вот Здесь Вы Не Которые Также Само Реализованы Просто Отвратительно И Связано Это С тем Что Когда Вы Одеваете Какие-то Предметы Вы Одеваете Не Для Того Чтобы Быть Каким-то Красивым То Соответствует Лору Игры Соответствует Стилю Игры А Вы Их Одеваете В связи С тем Что Они Вам Дают Больше Брони И Вы Мягко Говоря Как Хрен Пойми Что Некоторые Часто И Постоянно Перед Своим Лицом Я Вижу Вот Это Более Того Очень Часто Даже По Прохождению Нам Нужно Смотреть В Зеркало Следующим Минусом Который Я Хочу Отметить Это Тупейший Ии Наверное Мы Никогда Не Дождемся Чтобы В Играх Появился Нормальный Более Менее Искусственный Интеллект Который Будет Хоть Какой Давать Нормальный Отпор Игры С Хорошим Искусственным Интеллектом Можно Наверное Пересчитать Просто По Пальцам Одной Руки Но Так Как Мы Сейчас Говорим О Киберпанке А не Других Играх Мы Рассмотрим Именно И Который У Нас Находится Здесь А Это Просто Нереально Тупые Болванчики На Самом Деле Это Минус Можно Было Отнести К Проблеме Дисбаланса Потому Что Именно Из-за Этого Игра И Кажется Простой Потому Что Мобы Тупые Они Реально Тупые И Единственная Сложность Заключается В том Что Если Они Все Таки Начинают Вас Стрелять То Вас Это Убивает Практически Со Урон Мощнее И Разработчики ДГИ Говорят Мы Сделали Сложность Пожалуйста Сражайтесь Теперь Играть Сложно Конченые Уроды Когда Вы Наконец Таки Научитесь Нормально Делать Сложность В играх Блин И Играйте На Одной Сложности На Максимальной На Жопораздирающей Но Единственный Способ Как Вы Можете Победить Это Прокачав Свой Скилл Поняв Механики Противников Поняв Механики Своего Персонажа Как Уворачиваться Как Атаковать Во Всякого Рода Киберпанках Нам Единственное Что Позволяет Делать Это Стрелять По Тупым Болванчикам Как Можно Больше Количество Раз И Не Позволять Этим Самым Болванчикам Стрелять Как Можно Больше Количество По Нам Вот И Вся Сложность Пускай Сложность Не Усиляет Просто Существующих Мобов А Добавляет Новых Пускай Противников Будет Больше Для Того Чтобы Сражаться Было Сложнее Даже Пусть Все Противники Будут Такой Же Сложности С Таким Количеством ХП С С Одного Выстрела Это Же Гораздо Проще Прописать Разным Сложностям Разный Урон В общем Ребят Последнее О чем Я Хотел Поговорить Это Баги Но Здесь Их Такое Количество Что Я Даже Не Знаю Как Это Относить К Минусам Потому Что Вся Игра Один Сплошной Кибербаг И Ладно Еще Можно Закрыть Глаза На Разнообразные Визуальные Баги Звуковые Баги Когда У вас Пропадают Звуки В игре Это Как бы Не проблема К озвучке Это Как раз Таки Проблема К багам То есть Когда У вас Бывают Дорожки Звуковые Накладываются Друг на Друга И У вас Персонажи Говорят Одновременно Все Когда У вас Звук Просто В принципе Пропадает Когда У вас Подлетает Машина Проезжает Сквозь Стены Когда У вас Персонажи Телепортируются Сквозь Стены Сквозь Полы Висят Воздухе Предметы Висят Воздухе Это Все Ерунда Как я Перечислил Это Все Исправляется И Это Все На Геймплей Никак Не Влияет Ключевые Баги Как раз Таки Связаны С Вылетами Потому Что У многих Игроков Есть Вылеты Которые Непонятно Каким Образом Проявляются Лично Я Несколько Раз Сталкивался С Такой Проблемой Что Я Просто Банально Не Мог Закончить Миссию Или Просто Банально Не Знал Как Ее Дальше Закончить Потому Что У меня Просто Ломался Интерфейс У меня Не Активировались Диалоги У меня Не Выбирались Фразы У меня Просто Банально Пропадал Противник Которого Мне Надо Убить Он Пропадал Куда Под Карту И Я В Принципе Не Мог Его Убить И Мне Приходилось Перезапускать Миссии Вот Такие Вот Критичные Баги И Портят Впечатление От Игры Не То Что Там Просто Висит Какая Нибудь Сигарета В воздухе Или Какой Нибудь Моп Едет Впереди Мотоцикла Основная Проблема Как Раз Заключается В Не то Что Проходником А Очень Очень Средним Проходником Который Можно Пройти Один Раз И Забыть Навсегда Тот Так Скажем Вау Эффект От Третьего Ведьмака Который Я Испытал Никаким Образом Не покроет И не Оправдает Разочарование В Киперпанке Да Согласен У CD Project Red Получилось Сделать Когда-то Один Раз Более Менее Хорошую Игру Посидев Пару Дней И вкупе Обдумав Все Плюсы И Минусы Игры Все Впечатления Которые Я Получил От Этой Игры Я Поставлю Этой Игре Крепкую Пятерку Это Максимум Чего Эта Игра Пока Что Заслуживает Возможно Конечно Следующие Патчи Поправят Некоторые Скажем Так Аспекты Игры В Графике В Оптимизации Возможно В багах Возможно В квестах Но Это Будет Только Потом И Только Возможно А пока Что На данный Момент Крепкая Пятерочка Осядет На этой Игре Лично От Меня Но На этом Все Друзья Я надеюсь Вам понравился Этот обзор Пишите Свои мысли О Киберпанке В комментариях А пока Что Подписывайтесь На канал Ставьте Колокольчик Чтобы Не пропускать Новые Видео И играйте Ребят Только В хорошей Игры Редактор субтитров